Привет, друзья! Давненько я не выходил с вами на связь, именно вопрос-ответ в прямом эфире. Сейчас я начну читать их и, по возможности, будем отвечать. Чтобы вам было интересней, смотрите на воду. На воду, как и на огонь, всегда приятно смотреть. Хотя, как говорит мой друг, на огонь приятней. Итак, вернусь сейчас к началу. Было очень много вопросов. Поехали! Первый вопрос. Так, это не вопрос, это приветствие. Я тоже всех приветствую. Так, так, где, друзья, вопросы? Сколько продуктов на большую мышечную группу в неделю максимум делать? А, сколько подходов. Сложно заметить сразу. Друзья, если вы натуральный атлет, то нужно подумать над тем, как вы тренируетесь, что вы тренируете. И, в принципе, подумать, рассмотреть свой график с точки зрения периодизации, если вы тренируетесь уже не первый год и достигли определенных силовых нормативов. Показатели, о которых я не раз говорил, которые есть у меня в статьях, в книге моей и в новой книге выйдут, для мужчин и для женщин. Если вы достигли этих показателей, переходите на принцип периодизации. Так вот, количество подходов, повторений, времени отдыха между подходами, между упражнениями и время под нагрузкой определяется тем, какой тип мышечного волокна вы сейчас хотите проработать. Поэтому ответить на это в рамках вопрос-ответ будет очень долго. Найдите, у меня есть статьи, где я четко описываю, что должен знать, понимать каждый натурально тренирующийся. Но общей рекомендацией для большинства людей, посещающих тренажерные залы, я хочу сказать, что на одну мышечную группу нужно одно базовое упражнение. И работаете в нем от трех до пяти рабочих подходов, пока не почувствуете, что мощность стала падать, производительность стала падать. То есть, когда вы почувствуете, что сила в выполнении следующего подхода у вас резко уменьшилась, то есть вы стали делать меньше повторений, все, значит достаточно. На примере ног могу сказать следующее. Ноги у нас это квадрицепс и бицепс ведра. Достаточно сделать приседания для того, чтобы задействовать все эти мышечные группы. А затем поработать в разгибаниях и в сгибаниях. И квадрицепс, и бицепс бедра анатомически так устроены, что работают целиком и полностью. И если вам кто-то говорит о том, что можно как-то целенаправленно воздействовать на какой-то отдельный пучок, человек просто безграмотен. Обращаю ваше внимание только на дельты. Дельты – это действительно три отдельные мышечные группы, мышечных пучка, на которые необходимо делать упражнения отдельно. Отдельно на каждый мышечный пучок. Но чтобы более понимать и вникнуть в этот процесс, изучайте мои статьи. Заходите на сайт hmgym.ru, там все четко расписано, как, что, когда, зачем и почему. А также не пропустите мою новую книгу, которая целиком и полностью будет посвящена женскому тренингу. А сейчас у вас есть возможность купить, изучить мою книгу, которая достаточно недорогая для той информации, которую содержит. Это «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Заходите на reader.ru и покупайте, приобретайте эту книгу. Следующий вопрос, который был прислан, звучит следующим образом. Когда закончила тренировку, иду сразу ем банан и пью протеин. Потом иду на заминку. За это время мой пульс стабилизируется. И на заминке я его опять слегка повышаю. Имеет ли смысл делать заминку? В том-то и дело, что неграмотно делаете заминку. Заминку нужно делать так, чтобы наоборот, ваш пульс замедлялся и приходил в дотренировочное состояние. Тем самым вы и весь организм будете потихонечку плавно приводить в дотренировочное состояние. И нагрузки будут действовать на него оздоровительно. Не только как тренировочный режим для повышения силовых показателей и как следствие мышечной массы. Но и иметь оздоровительный характер. Это важно понимать. Проще всего это сделать, если у вас современные кардиотренажеры. На каждом из них присутствует кнопка кулдаун. Вы можете нажать на нее и грамотно поработать. Но лучше все-таки действовать по ощущениям. Не смотрите на пульсомер, не смотрите на свои показатели пульса, а по ощущениям. Работайте 5-10 минут в очень-очень медленном темпе. Тогда вам будет и полезно, и приятно. Следующий вопрос. Еще больше всего возмущает мода на кубики у женщин. Да, это не вопрос, утверждение. Я полностью и целиком согласен. Если у женщины видны кубики, то в 99% случаев пропадает менструальный цикл. Не у всех, повторюсь, я знаю некоторых людей, у которых все нормально, но они изначально имели достаточно сухой тип телосложения, не имели жировой прослойки, всю жизнь занимались спортом, гимнастикой. Чуть ли не от рождения, вы знаете, отдают гимнастику. Поэтому, девчонки, смотрите. Если у вас пропадает цикл, это очень-очень плохой симптом, показатель того, что у вас со здоровьем не все хорошо, не все в порядке. И для девушки не важно иметь с точки зрения эстетики все 8 кубиков, чтобы они были видны. Главное иметь крепкие мышцы пресса, потому что они являются мышцами кора. И развивать их, соответственно, как и поясничные мышцы. Для того, чтобы удерживать позвоночник во время приседаний, становых тяг и для просто хорошего самочувствия. Так что я целиком и полностью поддерживаю человека. Ищу следующий вопрос. О какой стране выгодна здоровая нация? Хороший вопрос. А посмотрите, какие страны за последние десятилетия из полной жопы вышли в лидеры. Одна такая страна. Даже скажу вам, город-государство. Посмотрите, почитайте, что сделал лидер. А проще всего взять за основу японцев. Японцев и вообще восточных людей. Как принято у них. Если компания не развивается, можно сказать, и страна, то не увольняются люди. Не сокращается их зарплата. В первую очередь сокращается зарплата самого руководителя. И это логично, согласитесь. Меняется руководящий состав. И это еще более логично. Сколько нашей страной управляют одни и те же люди? Что улучшилось в нашей стране? Ну не будем о политике здесь. Здесь вопрос в том, что рыба гниет, к сожалению, с головы. И какими бы замечательными ни были работники, если управляющий осел, в этом нет ничего хорошего. Целенаправленно создают деградацию населения. И самое увлекательное, люди в большинстве жрут это говно. Да, но это понятно, пропаганда, еще раз пропаганда, она всегда работала, она всегда работает и всегда будет работать. Плюс, не забывайте о законе 5%, когда известные люди, грубо говоря, подкупаются государством. Не обязательно деньгами. Можно подкупить человека различными материальными благами. И, естественно, мы, как стадный вид животного мира, смотря на то, как думают и говорят эти 5% якобы уважаемых известных людей, тоже идем на поводу. Я могу об этом говорить откровенно и прямо, потому что я тоже, когда жил в России, имел определенные патриотические настроения. Но, слава богу, глаза открылись. Это я еще не смотрел телевидение тогда, сейчас я его вообще не смотрю. Но, когда я учился в школе, я четко был уверен, что наша страна самая лучшая, наша страна никогда не воюет, наша страна никогда первой не нападает, в нашей стране самый хороший строй и так далее. Итак, мозг работает лишь на пожрать, размножаться и получать удовольствие, но не от жизни, путешествий и так далее. От телевидения и Дома-2. Вот это в точку. Это то, на что нас наставляет государство. Через СМИ, через телевидение, через радио, через настрой общественного мнения. Грамотные люди, я преклоняюсь перед теми людьми, кто это понимает, живя в такой стране. Не кроши батон на МММ, а то Мавра разбудишь. Да уж. Интересно, что главное, сколько бы раз он не появлялся, я уверен, найдутся люди, которые будут вкладываться в это. Нужно уметь жить с системой, но в своем мире. Мне так кажется. И передавать эту свободу грамотно своим детям. Золотые слова. Как только это все сделать. Как плечо. Да, друзья, пока плечо никак. Расскажу отдельно, скоро. Я прошел вот недавно МРТ контрастное. Перед этим мне сделали укол в сустав, окрасили его. Расскажу более подробно, отдельно. Жду операцию. Вопросов нет. Все четко шуруем по программе новичка. Все правильно. Егор, привет. Подскажи, как понизить уровень гемоглобина. Лучше всего обратиться к грамотному специалисту, друзья. Я не хочу давать таких рекомендаций по той простой причине, что откровенно могу навредить вам, не зная всей картины, не видя всего того, почему, что привело к повышению гемоглобина, какие другие показатели. Все-таки, в отличие от других блогеров, которые все и вся знают, нужно понимать, когда ты информацией в таком общественном высказывании можешь навредить некоторым людям, которые воспримут ее, примут на себя, но она им может совершенно не подойти. Так же, как и эндокринология. Это очень-очень серьезный вопрос. И не зря в бодибилдинге максимума достигают те, кто имеют за спиной, как Ронни Коллиман, целые лаборатории, когда утром берется анализ крови, и на основании этого даются рекомендации на каждый день, что, как, в каком количестве колоть. Это огромная наука. Как относитесь к кетодиете? Отношусь очень остороженно, потому что она может при неграмотном использовании самостоятельно, особенно человеку, не разбирающимся в основах питания, навредить. И не у каждого человека организм может безболезненно перейти в режим кетообеспечения. Поэтому, если хотите сделать такой шаг, максимально возможно изучите этот вопрос, найдите грамотного диетолога, нутрициолога, особенно будет здорово, если он работает со спортсменами. Изучите, послушайте, что он вам скажет, а потом уже сделаете свои выводы, нужно вам это или нет. Полгода брусьев и турника. Брусья хорошо подтянулись, а вот турник туговато, но штурмую дальше. Благодарю за программу. Да, друзья, не расстраивайтесь. Это нормально. Когда вы жмете больше, чем тянете. В брусьях и подтягиваниях, в работе со своим весом. Но если вы будете продолжать упорно долбить подтягивания, они у вас подтянутся. Извините за тавтологию. Но это гораздо эффективнее, чем если вы будете делать тягу блока, если вы будете делать подъемы на бицепс. Рекомендую в подтягиваниях поступать следующим образом. Можете подтягиваться ежедневно или через день. Начинать это делать прямым хватом, но не очень широким. На ширине плеч достаточно. Когда забьетесь, когда устанете, переходите на узкий хват обратный. Запомните, если вы хотите, чтобы ваши плечевые суставы оставались здоровыми, не болели, не травмировались, никогда не делайте подтягивания или тяги блоков. Вообще любые тяги обратным хватом, широкой постановкой рук. Это с гарантией убьет ваши плечевые суставы. Никогда. Продолжаем тренироваться. Следующий вопрос. До перерыва в занятиях в зале очень хорошо получалось чувствовать ягодицы. Переносить акцент на них. А сейчас при той же технике очень сильно чувствую квадри. В чем подвох? Подвох в том, что недостаточно глубоко приседаете. У меня вышли статьи, и чтобы здесь на час не затягивать обсуждение этого вопроса, найдите их на моем сайте и хорошенько изучите. Три вида приседаний. Вам как минимум нужно обучиться приседать в лифтерской технике. Но что еще лучше, если вам действительно нужны ягодичные мышцы и бицепсы бедер, то нужно научиться приседать как тяжелоатлет. Тогда вы с гарантией будете включать в работу и развивать ягодичные мышцы. Причем очень и очень мощно. Перерыв был вынужденный около пяти месяцев. Я девушка. Снимите. Я понял, что парню не нужны большие ягодицы, за исключением некоторых фриков. Снимите видео о том, как вы приседаете. Пришлите мне в личку. Здесь в Инстаграм или лучше ВКонтакте. И я подскажу вам, над чем работать. Только снимите с разных углов, с разных ракурсов и желательно не вертикально только. Следующий вопрос. Портальная гипертензия и спорт. Может, есть инфа? Друзья, честно говоря, не могу пока ничего вам сказать об этом, просто потому что никогда серьезно не сталкивался с этим вопросом. но постараюсь изучить, что это такое. И настоятельно рекомендую вам, если у вас есть какие-то проблемы, стать лучшим специалистом в этой области. Тогда вам не нужен будет никакой доктор. Как и случилось со мной, когда у меня появились проблемы от грыж и протрузии. А если вы не знаете, то грыжи и протрузии есть в большей степени у тех, кто не тренируется. И не тренировка, как раз таки, особенно сидячий образ жизни, это первая гарантия того, что у вас будут проблемы с позвоночником. Когда я обратился к докторам, три года меня убивали своим лечением, мне становилось только хуже. Но когда я сам занялся этим вопросом, изучил его максимально возможно, то уже через месяц я избавился от болей полностью. Представляете, через месяц. А через неделю я почувствовал улучшение. Всего через неделю, как я стал заниматься этим самостоятельно. Итак, следующее. Поэтому всю инфу нужно проверять, оценивать и искать. Аргументированные факты. Все правильно, только что об этом мы с вами и говорили. Следующий вопрос. Когда лучше всего делать упражнения на пресс? В интернете столько рекомендаций, которые друг другу противоречат. Даже тренера в моем зале по-разному говорят. Вопрос от девушки. Я вам настоятельно рекомендую делать пресс по утрам, не используя никакого дополнительного отягощения. Делается это следующим образом. Встаете, выпиваете стакан, два воды, идете в туалет, делаете все, что необходимо, умываетесь. После чего на пустой опорожненный желудок делаете вакуум. А после этого прокачиваете пресс. Следующим образом. Ложитесь на пол, подкладываете под поясничку специальный валик. Если нет, можно полотенце. И сгибаете ноги в коленях, держа их на весу, руки на груди. И начинаете скручиваться. Представляю, что у вас в районе паха, пупка, небольшой мячик. И вам нужно округлиться телом и бедрами, и корпусом вокруг этого мяча. На выдохе. Напрягаетесь как можно сильнее. И медленно, не теряя напряжение, растягиваетесь обратно. Раскручиваетесь, грубо говоря. Затем, следующий подход. С каждым, следующее повторение, извините. С каждым новым повторением, увеличивая, увеличивая напряжение и нагрузку. Обычно за 6-7, иногда 8 таких повторений наступает сжение. Так вот, начинаете считать только после наступления такого сжения. Каждый день, увеличивая на одно повторение. Вы увидите, как подтянется ваш живот, каким он будет красивым, стройным. Но что самое главное, особенно если вы будете только при условии, если вы будете давать нагрузку и на поясницу, у вас никогда не будет болеть поясница. Ибо запомните основной закон. Если у вас болит поясница, это значит, что у вас либо слабый пресс, либо слабый позвоночник. Потому что если, не позвоночник, извините, а поясничный отдел позвоночника, отвечающий мышцы за этот отдел, если вы не тренируете поясницу, но тренируете пресс, будет болеть поясница. Если у вас сильнее поясница, чем пресс, все равно будет болеть поясница. Это такой закон. Поэтому необходимо понимать, что такое мышцы кора, как их тренировать. И если вы девушка, я вам не рекомендую тренировать пресс с дополнительным отягощением никогда. Лучшие упражнения для пресса это приседания и становые тяги. А если вы хотите более подробно изучить этот вопрос, в 2014 году в летнем номере журнала «Железный мир» вышла моя статья, целиком и полностью посвящена прессу. Найдите ее, изучите. Она, кстати, есть и у меня на сайте hmgym.ru Ищем следующий вопрос. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие упражнения более эффективнее, чтобы отделить ягодицу от бицепса бедра? Чтобы отделить ягодицу от бицепса бедра, у меня есть об этом и видео, и статьи. Здесь скажу, отделить можно это только накачав приседаниями хорошо поднятые ягодичные мышцы и целенаправленно работая над бицепсом бедра. Но появится вот эта линия, одна красивая разделяющая линия бицепс бедра от ягодицы, только, как и в случае пресса, если вы грамотно будете питаться и за счет диеты. Никак по-другому этого не сделать. Вот эта линия, разделяющая ягодицу от бицепса бедра, качать ее невозможно. Это не мышца. Это видимая линия, появляющаяся у любого человека, когда он отрегулирует свое питание и когда калории, поступающие в организм, будут как минимум ровно такими же, как те, которые тратятся. Если физическая активность хорошая, если физическая активность низкая, работа сидячая, то значит необходимо, чтобы калории, которые вы получали, были меньше, чем те калории, которые вы тратите. Надеюсь, понятно объяснил. Самое зачетное – это русские сгибания. Укрепляют все и отделяют. Супер. Увы, приходится изворачиваться, так как нет такого тренажера. Вообще, это пауэрлифтерское упражнение. Вообще, попробуйте. Да, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что русские наклоны – это лучшее упражнение на бицепс бедра. Но опять-таки, само по себе упражнение не отделит ваши ягодицы от бицепса бедра без соответствующего питания. Малина продолжает присылать сообщение. Спасибо, самый активный сегодня участник. Пишет следующее. А я пресс очень хорошо чувствую на мяче, когда делаю, а потом сразу планка. Тоже класс. Но может это исключительно индивидуальный фактор. Да нет, любой, кто так сделает, почувствует пресс. Кстати, на фитболе пресс самая физиологичная прокачка получается. Спасибо большое. Очень даже понятно, как всегда. Ну что, друзья, вопросов больше нет. И я пойду тоже немножечко позагораю. Приятно было с вами пообщаться. Пишите обязательно в соцсетях, хотите ли вы, чтобы мы сделали такие встречи регулярными. Может быть, по субботам или по воскресеньям. Пишите, предлагайте время, варианты. И, возможно, эти выпуски будут регулярными. Мне тоже приятно с вами видеться, общаться. Говорить, как говорится, тет-а-тет в прямом эфире. Так что, друзья, всем спасибо. Всем хороших зимних дней. А вы видите, сегодня 1 декабря. И у нас вот такая зима. Приглашаю всех в лучшее место для жизни и прокачивания наших тушек. Это зал Iron Religion во Флориде, в Орландо. С одной стороны у нас океан, с другой стороны у нас Мексиканский залив. Кругом позитивные, улыбающиеся люди. А как еще может быть в стране, где всегда, всегда светит солнце? Я желаю вам, чтобы солнце всегда светило в ваших глазах, в ваших сердцах, в ваших душах. Улыбайтесь, несите добро, прежде всего, самому себе. Не позволяйте негативному дерьму, которое случается, которое будет случаться, влиять на наше с вами настроение, мироощущение, мировосприятие. Так что, друзья, всем пока. А абонемент в наш зал стоит всего 35 долларов в месяц. А если покупается за год, то еще дешевле. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Надеюсь, никакой вопрос я сегодня не упустил. Будьте здоровы! Друзья, не пропустите! Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не тортались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok